Кто владеет информацией, тот владеет миром, сказал когда-то один из представителей клана Ротшильдов. Думаю, сегодняшний гость знает, как никто другой, об этом. В студии Вечерлайв заместитель председателя Совета Министров Крыма Дмитрий Полонский. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый вечер. Телезрителям напомню, что наш гость отвечает за внутреннюю политику, информацию и связь в Республике Крым. Дмитрий Анатольевич, внутренняя политика обычно направлена на поддержание стабильности. Стабильность – это, по сути, доверие населения к власти. Вот эта недавняя инициатива «Мониторим вместе» – проверка качества оказания социально значимых услуг, впрочем, как и прочих, различными ведомствами для населения. Что она показала? Насколько наши люди довольны отношением к ним представителей власти? Или, наоборот, недовольны? Сергей Валерьевич, когда был соответствующий отчет, мы делали эту акцию совместно с нашим Министерством экономического развития Республики Крым. Мы организовывали непосредственно все пункты опроса. Анализ, конечно же, информации был уже на Минеке. И когда на Совмине был уже итоговый отчет озвучен, мы видим, что достаточно высокий уровень оценки деятельности власти с точки зрения оказания государственных, муниципальных услуг. Но эта история не слишком равномерна по территории Крыма. Есть регионы, где относительно провальная ситуация, есть регионы-отличники, есть ведомства, в которых все хорошо, есть ведомства, которым нужно еще дорабатывать. Но Сергей Валерьевич абсолютно правильно и четко поставил задачу. Да, она такая максимальная, но тем не менее нужно к этому стремиться. 100% наших граждан должны быть довольны теми госуслугами, которые они получают. А на какие сферы больше всего нареканий по результатам мониторинга? Это медицина, образование, ЖКХ? Ну, ЖКХ понятно? Это традиционная история, да. Это здравоохранение, это жилищно-коммунальное хозяйство. Прежде всего, это самые разные государственные и муниципальные услуги. Но я бы здесь сделал акцент на том, что граждане все-таки больше обращают внимание на некачественное оказание услуг именно муниципальными органами власти. То есть, если с точки зрения государственных, республиканских органов все более-менее стабильные, там более 80% удовлетворенности, то в отдельных регионах наблюдается крайне низкая оценка уровня именно муниципальных услуг. И вот на муниципальный уровень нам сейчас нужно будет обратить внимание и более тщательно, более качественно подойти к этому вопросу. Ну, а выборка какая была? Выборка очень большая. Вы знаете, не всегда даже социологические исследования делают такую выборку. Было опрошено более 11 тысяч человек. Это очень много. Я просто для сравнения хочу вам сказать, что стандартные опросы социологические, которые проводятся на территории Крыма, как правило, охватывают от 600 до 1500, до 1600 респондентов. Мы сделали более 11 тысяч. То есть, ошибка при такой выборке крайне низкая. Поэтому можем говорить, что данные этих опросов и данные вот этой акции, мониторим вместе, они практически со стопроцентным попаданием. Во внутренней политике республики сегодня своего рода ноу-хау, так называемый административный террор. Вы довольны результатами того, что проводили? Эти выезды, они действительно эффективны или, по сути, это просто пиар-компания? Нет. Ну, вы знаете, мы ничего не делаем просто ради пиара, потому что пиар ради пиара не имеет абсолютно никакого смысла. И, конечно же, эти акции, эти выезды, они, прежде всего, направлены на то, чтобы решать конкретные проблемы. Если вы обратили внимание, то в всех этих мероприятиях принимают участие обычные граждане. То есть, они имеют возможность прийти туда, задать там все соответствующие вопросы. Причем, знаете, мы очень четко за этим следим, чтобы не было такого. Вы знаете, всегда есть стремление у местных администраций наполнить зал какими-то людьми. Своими, да, условно? Ну, условно, своими, с которыми они работают, вот где-то как-то пересекаются. Конечно же, ждать объективной картины от этих людей не приходится. Поэтому всегда эти списки очень тщательно перерабатываются. Внимательным образом оценивается количество жалоб и обращений, которые поступают в социальные сети, поступают по линии работы с обращениями граждан. И зал наполняется именно людьми, которые ставят реальные проблемы. Если вы видите, то эти совещания проходят достаточно жестко. Глава республики, как никто другой, наверное, всегда открыто говорит об этих проблемах. Эти проблемы открыто вскрывает. Дает на орехи тем, кто допустил какие-то нарушения. И самое главное, что по итогам принимаются конкретные решения. Нерадивые чиновники увольняются, дается старт или дается дополнительный ход и дополнительное ускорение по решению тех проблем, которые до этого не решались. Поэтому тут самая главная задача, конечно же, не просто посидеть в прямом эфире и поговорить непонятно о чем. Нужно решать конкретные проблемы конкретных граждан в конкретном регионе. Более того, вы же видите, мы конкретизируем уже эту историю не просто до региона или до города. Речь уже идет о конкретных домах, о конкретных улицах, о конкретных дорогах, о конкретных площадках. То есть самая главная задача решать в постоянном режиме конкретные задачи и удовлетворять конкретные чаяния наших граждан. Ну действительно, в этом случае получается нехвалебная ода главам администрации городов и районов, если там присутствуют свои люди, как мы уже обозначили. Да, наверное, публичная опорка в некоторых регионах имеет место быть. Вот, например, где в большей степени админтеррор показал свою эффективность? Ну вы знаете, что после так называемого административного террора, это термин ввел глава Республики Крым, вы знаете, что в некоторых регионах полностью перезагрузилась и поменялась региональная власть. Это касается и Симферополя, это касается Феодосии. Некоторые кадровые решения были приняты по итогам посещения Керчи. Вот это один из последних визитов. Вот, поэтому, конечно, это такой достаточно серьезный и мощный импульс для того, чтобы наши местные региональные власти стали более активно и более эффективно работать. Вы знаете, самая главная задача – это эффективность работы. Именно эффективность. По итогам каждого такого выездного совещания или мероприятия, в обязательном порядке оформляется перечень поручений главы, он берется на самый жесткий контроль. В обязательном порядке мы отслеживаем ситуацию с теми поручениями, которые давались в ходе, если помните, в прошлом году была такая первая волна до объездов регионов, когда все члены Совета Министров ездили. И мы посетили практически все, не практически все, а все абсолютно населенные пункты нашей республики. То есть оцениваем, что сделано с тех пор, какие проблемы возникли новые. Все это берется на контроль. И глава очень жестко спрашивает и с вице-премьеров, и с министров. Ну и, конечно же, в свою очередь мы спрашиваем и с местных властей. Действительно, и административный террор, и акция «Мониторинг вместе», она обнажила некоторые проблемы республики, которые, к сожалению, существуют еще. Первоочередные это действительно ЖКХ, но всегда было медицина, образование и прочее. Но вот если говорить о системе МФЦ, как она сейчас у нас работает в республике, весь Крым охвачен этой сетью или нет? Будет расширение, в том числе госуслуг, перечень? Ну, видите, наибольшая как раз таки удовлетворенность граждан, это показали и наши вот эти опросы, и выезды, которые мы совершаем. Конечно, это удовлетворенность работой сети наших многофункциональных центров. Мы, правда, в очень таких стахановских темпах на территории республики построили эту сеть с нуля. И такой сети не было на Украине, была профанация работы по принципу одного окна. И поэтому вот эти и комфортные помещения, и новые здания, и сотрудники обучены, вышкалены, которые очень вежливо, с улыбкой общаются с гражданами. И все это, конечно, создает необходимое настроение. И самое главное, ведь решается задача какая? Отодвинуть чиновника от человека, в хорошем смысле этого слова, да? Исключить личный контакт, чтобы не появлялась никакой личной заинтересованности. Потому что гражданин приходит за решением своей проблемы, и он нуждается в том, чтобы эта проблема была четко предусмотрена регламентом СОРК, решена. Или же был получен мотивированный отказ, да? В предоставлении той или иной государственной услуги. На сегодняшний момент сеть МФЦ покрывает весь Крым. Показатель, который нам ставило правительство, это 90% охвата населения республики. На сегодня это уже 94%. Мы достраиваем центр, сейчас ведется активная работа в Евпатории и в Керче, там появятся два новых МФЦ дополнительных. И мы для себя поставили задачу, чтобы 100% жителей республики были охвачены этими услугами. Плюс это наши так называемые удаленные окна, которые располагаются в наших всех сельских. Поселениях и на территориях. Поэтому гражданин, в принципе, на сегодняшний момент в любом населенном пункте может этой услугой воспользоваться. Тут надо различать еще, что сами центры МФЦ, они ведь не оказывают государственные услуги и муниципальные. Они являются вот таким агрегатором, посредником в хорошем смысле слова между государственными и муниципальными органами власти и гражданами. У нас разработаны по каждой услуге административные регламенты. И вот по итогам, кстати, акции «Мониторим вместе» мы выявили целый ряд муниципалитетов, которые плохо работали с точки зрения передачи функций по предоставлению этих услуг в МФЦ. По этим регионам мы сейчас отдельно доработаем. Главы муниципальных образований в этом плане очень позитивно настроены. Я надеюсь, что мы добьемся в целом равномерного по Крыму распределения, чтобы гражданин мог не ходить не в МФЦ. Он должен прийти именно в МФЦ и в МФЦ подать документы по всему перечню услуг, которые можно получить. Дмитрий Иванович, пример некоторых других регионов нашей страны показал, что МФЦ стали дырой по утечке персональных данных. И получается, что никто не застрахован от потери этих своих личных данных, тем более, что, учитывая там крымскую тематику, эта информация может оказаться в руках тех же украинских радикалов. Я вам скажу по-другому. Вот как раз-таки в Крыму система МФЦ – это главная страховка от утечки персональных данных. Потому что не везде на местах должным образом на сегодняшний момент, на наших территориях, муниципальных образованиях, да и в отдельных органах власти, их представительствах организована работа с персональными данными. Мы очень тщательно этой проблемой занимаемся, очень тщательно это все мониторим. Но степень защиты персональных данных в МФЦ находится на очень высоком уровне. Безусловно, никто никогда не застрахован от целенаправленных акций по тому, чтобы эти данные каким-то образом изъять и получить. И мы регулярно с правоохранителями, с этими историями сталкиваемся. У нас, кстати, в абсолютно регулярном режиме, чуть ли не ежедневно, дедосят наши сайты, портал правительства. Мы фиксируем попытки проникновения. Но на сегодняшний момент система работает достаточно хорошо. Вы знаете, что у нас созданный хорошо работает наш республиканский центр обработки данных, где, собственно говоря, группируются все эти данные. Поэтому мы делаем все, чтобы эти данные были защищены. Поэтому граждане, как раз таки обращаясь в МФЦ, меньше всего могут переживать за какие-то там утечки. Поэтому тщательно работаем в этом плане, держим руку на пульсе. Я думаю, что сегодня сделано очень много и достаточно для того, чтобы данные у наших граждан были под надежной защитой. Еще вот по внутренней политике. Что делать с майскими указами и другими национальными проектами, которые озвучил президент в рамках своего обращения к Федеральному собранию? Для исполнения всего этого необходимы кадры на местах. Действительно нужна серьезная структура профессионала в исполнительных органах власти. На сегодня у нас в Крыму одна из главных проблем – это все-таки кадры. Где взять грамотных, хотя бы относительных, честных слуг народу? Понимаете, эта же проблема, как и любая другая, она имеет две стороны медали. С одной стороны, когда мы говорим о кадровом голоде, это действительно так, и глава об этом говорит достаточно активно. И в этом плане, конечно же, нужна система, прежде всего, подготовки этих кадров, эффективная работа наших учебных заведений, прохождение практики, работа по подбору кадров органами власти и так далее. Мы-то сегодня в Совете Министров Крыма сделали очень много. И вы знаете, что проводятся самые разнообразные конкурсы, проводятся смотры, отсмотры этих кадров. Очень плотно мы работаем с учебными заведениями, ищем молодых людей. И в этом плане кадровая работа как раз сейчас приобрела должный и нужный характер. Но при этом остается под вопросом качества подготовки этих специалистов в высших учебных заведениях. Ну и самый главный вопрос, это вопрос мотивации государственных, муниципальных служащих. Вы знаете, что, к сожалению, очень часто муссируется такая тема, что вот, значит, чиновники, это какие-то самые высокооплачиваемые люди, которые имеют какие-то там сногсшибательные блага и имеют какие-то возможности, которых не имеют обычные граждане. Но в самом деле это не так. Большинство государственных служащих, муниципальных, это достаточно низкооплачиваемые люди. А может тогда стоило бы поднять им зарплату, чтобы избежать этого кадрового голоса? Безусловно, это главная задача, над которой сейчас нужно работать. Но видите, как тут очень важно нам поработать с общественным мнением, да, потому что любое повышение заработных плат муниципальных или гражданских служащих не всегда вызывает позитивную или положительную реакцию наших граждан. Но граждане при этом должны понимать, что средняя заработная плата наших служащих ничем не отличается от тех людей, которые работают в коммерческом секторе, да, или работают сами на себя. Зачастую уровень заработных плат таких специалистов ниже и намного ниже, чем у тех, кто работает в секторе. Поэтому мы наблюдаем отток грамотных, квалифицированных специалистов. И в этой связи целый ряд есть программ и направлений, которые призваны этих служащих удержать. Да, это и программы, и проекты по профессиональному росту, да, для того, чтобы люди могли готовиться, получать переподготовку, учиться. Это те программы, которые сейчас по поручению Сергея Валерьевича готовятся, связанные с предоставлением жилья, да, с получением медицинской помощи и так далее. В целом же надо понимать, что наши служащие такие же люди, как и все остальные, с теми же проблемами, с теми же задачами, но при этом с несоизмеримо большим уровнем ответственности за принятые решения по сравнению со всеми остальными. Поэтому тут не ругать, нужно как раз таки поддерживать. Но это абсолютно не исключает всех тех программ и всех тех действий, которые направлены на борьбу с коррупцией, которые направлены на повышение качества и эффективности работы служащих, предоставления государственных муниципальных услуг. То есть это проблемы параллельные, и решать их нужно параллельно. Дмитрий Анатольевич, вы завидуете информационной отраслью, да, но сами не особо-то активны в социальных сетях. Почему? Вы знаете, это как, есть такое известное всем выражение, сапожник без сапог. У меня-то действительно есть и аккаунты в социальных сетях, но в связи с тем, что приходится очень часто и не очень часто ежедневно работать как раз таки с аккаунтами, работать с информационным полем, в котором работают и присутствуют другие. Иногда просто, знаете, где-то там времени не хватает и так далее. Но я думаю, что с моей публичностью в этом плане все в порядке, и мне не обязательно там прям вот исключительно присутствовать там, да, в своем аккаунте в социальных сетях. Я достаточно активен, открыт для всех представителей средств массовой информации. И, в общем-то, свою позицию довожу регулярно при помощи там других инструментов. Ну, спасибо за замечание, обязательно обращу на это внимание. Надо бы, конечно, усилить работу и в этом направлении. Да, может, не особо ведете, но, тем не менее, активно читаете. В этом я уверен, да? Конечно. В том числе и телеграм-каналы, да, это в последние годы стало значительно актуальнее даже среди политиков и чиновников, и даже общественников моднее даже, чем Фейсбук и Инстаграм. Вот недавно вы даже выиграли суд о чести и достоинства, да, у одного из телеграм-блогеров, да, у Талипова, если не ошибаюсь? Ну, да, действительно, это так. Но здесь, знаете, крайне важно вот аудитории нашей с вами объяснить вообще, о чем идет речь. Потому что, поверьте мне, подавляющему большинству ваших там зрителей и жителей республики фамилии, имена вот этих вот людей, в частности, того гражданина, у которого я выиграл суд, они неизвестны. Ну, это, прежде всего, говорит о популярности и о реальной степени влияния, да, этих людей на общественно-политическую ситуацию в Крыму. Знать тут нужно лишь одно. Действительно, упомянутый вами гражданин допустил неоднократные высказывания. Это клеветнические высказывания в отношении меня, в отношении целого ряда моих коллег, наших коллег по органам власти. Я действительно в соответствии с демократическим правовым порядком обратился в суд. Прошли весь необходимый правовой путь, все процедуры, суды были выиграны, судебное решение на сегодняшний момент вступило в законную силу. При этом указанный гражданин до настоящего момента это судебное решение не выполнил. То есть частично были устроены какие-то цирковые показательные выступления со сбором денежных средств, которые были заявлены в иске. А он должен какую-то сумму выплатить, да? Да, по решению суда он должен выплатить определенную сумму компенсации. Но главное в этом решении суда это не сумма компенсации, а главное это опровержение той лжи, которая была допущена и высказана в мой адрес. Но господин Талипов извинился перед вами? Нет, и по-моему не собирается этого делать. Еще раз подчеркну, судебное решение вступило в законную силу. Я изначально в судебном иске говорил о том, что та сумма компенсации, которая истребуется в законном порядке, я конечно же не собираюсь эти деньги никуда там забирать и тратить на себя. Я в иске указывал прямо детское специализированное учреждение, куда эти деньги все будут перечислены. Поэтому как только указанный гражданин выполнит до конца судебное решение, перечислит полную сумму, эта цифра вся тут же незамедлительно будет отправлена с моего расчетного счета на счет этого учреждения. Но главное, еще раз подчеркну, в этом иске было не это. Главное, что решением суда установлено, что данный человек, который именует себя блогером или общественником, допустил незаконные клеветнические высказывания. Он должен не просто извиниться, он их должен опровергнуть. Кстати, хочу обратить внимание на то, что невыполнение решения суда в Российской Федерации – это уголовно наказуемое деяние. Но вы в случае, если он не выполнит это решение суда, вы будете настаивать на его уголовной ответственности? Ну, безусловно, я всегда здесь привык идти до конца. Понятно, что решение будет не за мной, за соответствующими правоохранительными судебными органами, но все необходимые документы уже подготовлены, направлены во все инстанции, поскольку, еще раз подчеркиваю, этот человек решение суда выполнять не будет. Вы знаете, здесь вот такая очень интересная ситуация возникает. Это тот человек, и он относится к целой когорте подобных деятелей, которые каждый день со своих официальных страничек в различных социальных сетях рассказывают о том, как и где, в каких отраслях у нас есть нарушения, недоработки, как там незаконно что-то делают чиновники и так далее. Но при этом они не чураются сами совершать противозаконные действия. Вы знаете, такая очень интересная позиция. То есть, с одной стороны, мы сами закон нарушаем, но при этом призываем, чтобы другие этот закон соблюдали. Здесь, знаете, надо определиться, как в том известном анекдоте. Здесь нужно или крестик снять, или штаны надеть. Поэтому пусть они определяются, но в любом случае я всегда буду действовать в рамках закона и надеюсь, что все соответствующие органы примут правильные решения. Но и при этом все должны понимать, что за клевету, за нарушение закона неизбежно будет ответственность. Ведь чиновники, которые допускают коррупционные деяния, да нарушают закон, они ведь несут ответственность, их ведь привлекают по суду. Да, но там, единственное, небольшое послабление, да, и мы ввели не так давно по статье о коррупции, если я не ошибаюсь, да. И вот не так давно пакет сенатора Клишиса, да, касательно законопроекта об усилении наказания за оскорбление и представителей власти. Как вы думаете, он своевременный, вот эта инициатива? Вы знаете, там на самом деле, я очень детально ведь разбирался, да, я смотрел, изучал, это наша отраслевая тема, что там прописано. Вы знаете, ну у нас тут как обычно, кто-то, кто боится получить наказание за распространение недостоверной информации, голосит о том, что это нарушение прав человека, демократических свобод и так далее, с одной стороны. Ну а с другой стороны, это ведь не дает никому право безнаказанно оскорблять людей. Не важно, чиновник это или не чиновник, или это бизнесмен, предприниматель, любой служащий или там, не знаю, сотрудник учебного какого-то заведения или врач. Поэтому принятые недавно законодательные акты, они, да, с одной стороны направлены на ужесточение, но на ужесточение справедливое. Допустил нарушение закона, допустил ложь, пожалуйста, ответь за это. И, кстати, ведь вы сказали вот об этом нормативном акте, но ведь принят еще один закон Государственной Думы, сейчас он передан Совет Федерации, это закон, который получил такое народное название, закон по борьбе с фейками. Мы видим, какое колоссальное количество недостоверной, неправдивой информации распространяется в сети. И вы знаете, беда ведь не в том, что кто-то меня лично обидел, да, я вообще человек необидчивый, да, и мне, в общем-то, все равно. Но вопрос в том, что очень часто такая фейковая недостоверная информация может привести к тяжким последствиям, может спровоцировать какую-то негативную ситуацию, может спровоцировать какую-то катастрофу, может довести какого-то человека до смерти, да, когда вот такая недостоверная информация выходит в сети. Поэтому мне кажется, что ужесточение мер – это как раз-таки защита наших граждан. Дмитрий Ильич, ну условно, я вот считаю, что, допустим, там какие-то службы или условно там администрация того или иного города или района плохо работает. Я говорю, вот такие-то всякие плохо работаете. Нет, ну, послушайте, это не клевета, и на сегодняшний момент наши органы власти демонстрируют в этом плане чрезмерную открытость. Сейчас ведь благодаря людям многие проблемы действительно удается обнаружить и устранить. Конечно, конечно, и мы всегда благодарны, и я лично пользуюсь вот этой вашей площадкой, говорю о том, что мы благодарны всем, и общественным деятелям, и блогерам, и простым рядовым гражданам, которые обращают внимание представителей власти на самые разнообразные проблемы, от ямы перед подъездом и заканчивая какими-то глобальными системными вопросами в сфере ЖКХ или того же здравоохранения. Мы благодарны, и в этом плане такая критика и такое обращение взора власти на эти проблемы, это однозначно позитивно, это должно быть, это должно развиваться. Но не нужно же путать достоверную информацию, справедливую критику с распространением заведомо ложной информации. Дмитрий Иванович, тогда позвольте я от себя лично и от некоторых членов коллектива и знакомых передам, наверное, просьбу об улучшении связи. До сих пор говорили много о том, что да, мобильная связь, действительно есть там 4G, LTE, все есть, все хорошо, но нам-то связь нужна, хотим дозвониться, понимаете, хотим, чтобы не приходили смс-ки, что там абонент доступен или вне зоны доступа. А в чем причина, почему до сих пор не удается в полной мере наладить? Вы знаете, вот всегда подобные вещи или подобные жалобы, они всегда проверяются фактической ситуацией и фактическим состоянием. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент в профильном министерстве внутренней политики информации и связи, как центральным органам, которые в том числе координируют деятельность в сфере связи, количество жалоб на некачественную связь, оно не просто сократилось в разы, оно практически приблизилось к нулю. При этом мы внимательно же отсматриваем и видим, что происходит в тех же социальных сетях и так далее. Да, безусловно, надо об этом открыто говорить, система связи в Крыму продолжает строиться, причем продолжает строиться силами исключительно крымских операторов. Мы неоднократно, в том числе и с вами, вопросы развития системы связи и отрасли связи поднимали, но ведь ни один российский крупный игрок так в Крыму не зашел. А почему? До сих пор санкции? Санкционный режим, опасения за основную деятельность и так далее. Поэтому все, что мы строим в Крыму, мы по большому счету продолжаем строить собственными силами. И вы знаете, важно же понимать, какой характер жалоб или изменения их. Если до этого могли быть жалобы на том, что в каком-то населенном пункте связи попросту нет, то теперь уже начинают жаловаться на скорость интернета. То есть появилось 3G, почему 3G? Дайте 4G, хочется большей скорости. Вы к хорошему привыкаешь быстро. Да, ну конечно. Поэтому мы, знаете, мы к хорошему привыкаем быстро и мы забываем с вами, с чего мы вообще стартовали в 2014 году. А в 2014 году мы стартовали вообще с угрозы того, что Крым полностью мог оказаться вообще без любой связи с окружающей средой и оказаться без любой связи внутри нашего полуострова. И мы за это время собственными силами эту инфраструктуру связи построили, стали независимыми от инфраструктуры, которая полностью принадлежала Украине и украинским операторам. Мы построили на сегодняшний момент уже два канала связи прочных с матерейком. Это оптоволоконные линии, которые проложены одна в рамках энергомоста, вторая отдельно по дну Керсенского пролива. Мы полностью восстановили работу системы фиксированной связи. Мы полностью перешли к новому стандарту. Не забывайте, если при Украине всего лишь 136 базовых станций, если я не ошибаюсь, обеспечивали трансляцию сигнала в формате 3G, а все остальное это была обычная 2G голосовая связь, то на сегодняшний момент мы уже говорим о том, что мы изо дня в день открываем все новые и новые базовые станции, работающие в формате 4G. Поэтому всегда все познается в сравнении, все познается, изучив фактическую ситуацию. Да, все эти проблемы мы знаем, где еще есть какие-то проблемы с той же трассой. Но вот недавно, и в прошлом году, и в этом году начали уже в рамках инвестиционного проекта устанавливать новые базовые станции по нашей Ялтинской трассе, где были наибольшие жалобы на разрывы связи. Поэтому система связи выстраивается, модернизируется. Это вполне естественный процесс. И еще не надо ведь не забывать о чем. Ведь все эти вещи, они ведь не происходят за государственный счет. Отрасль связи в Российской Федерации это полностью коммерческая отрасль. Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с операторами связи, договариваться с ними, где-то ругаться, где-то заставлять, где-то напрягать, чтобы они улучшали эту связь. Потому что прямого влияния, по большому счету, у государства в этом плане нет. Продолжу информационную тематику, но уже в историческом контексте. Близится годовщина Крымской весны. Хотелось бы вас спросить об информационных войнах. Тогда и сейчас. Когда сложнее было? Да вы знаете, мне кажется, что, наверное, самый сложный период это был 2014 год. Тогда, когда мы входили в это пространство. Тогда, когда мы не имели в руках необходимого, нужного и должного инструментария. На сегодняшний момент, конечно, стало легче. Конечно же, мы имеем на сегодня одно из самых современных в стране местных региональных телевидений, радио. Мы имеем очень хороший набор средств массовой информации, которые работают в интернете. Это и газеты в том числе наши, это и журналы и так далее. Периодическая там печать. Мы имеем достаточно хорошее представительство. Когда мы имеем, я не имею ввиду, конечно же, республику Крым. Я говорю в целом, не имею ввиду органы власти республики Крым. Я говорю обо всех нас. Мы имеем очень хороший, очень мощный пул средств массовой информации, которые способны противостоять и противодействовать всем информационным угрозам. Конечно же, мы очень активно и плотно работаем с нашими федеральными средствами массовой информации, которые выносят и доносят актуальную крымскую повестку на внешний контур, на внешний уровень. Поэтому с точки зрения инструментария стало, конечно же, легче. С точки зрения того напряжения, которое создается на этом фронте, конечно же, оно не ослабевает, и я в этом плане реалист и понимаю, что никто в ближайшее время не успокоится, Крым сиюминутно не признает, и поэтому эта битва будет продолжаться еще достаточно долго. Но самое важное и самое главное для нас быть все-таки открытыми, не скрывать свои проблемы спокойно и свободно обсуждать их с гражданами, как то, о чем мы говорили, мы делаем на наших выездных каких-то приемах, и доносить просто правду. Понимаете, ведь кто бы что ни говорил, но бороться с теми правдивыми событиями и ситуациями, происходящими в Крыму, просто фейками невозможно. Мост, аэропорт, трассы, дороги, новые школы, детские сады, больницы и так далее, и так далее, и все то, что на сегодняшний момент строится, все то, что происходит сегодня в Крыму, ну скрыть это невозможно, как бы кто ни старался, это все равно неизбежно в современном открытом пространстве вылезет. И все это показатели развития полуострова, уверен, так и будут продолжаться в дальнейшем. Дмитрий Анатольевич, я благодарю вас за беседу, зрители за внимание, увидимся с вами завтра в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.